Субтитры создавал DimaTorzok 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 Программа очень интенсивная Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Эта группа Она из арабских генералов Она графический дизайнер Училась в Штатах Но она сейчас живет И работает в генералах У нее такая маленькая студия Джоана Из Бразилии Джоана Аблеаджан Но она работает с этими людьми Она работает в правительстве Бразилии Где она занимается Поддержкой Заработкой Креативных классов То есть Бразилия это государственная программа Которая финансируется Они открывают места Где творческие люди Собраться И они реализуют свои разные проекты Самая яркая Наверное Учая есть В Южной Авруте Она красила В северный цвет Поэтому Все все время Смотрели Останавливались Связано это еще с тем, что В Голландии Народиспо Я ездила в начале декабря С первого фраганса А голландцев Народиспо Помимо того, что у них есть Аналог на журнобород Санта Клауса Сент Николса Есть Как у них Ебископ Ебископ Который Пробывает Голландию Из Кажется Португалии Дали Подарки А если Здесь авто Забирают И водятся В Испанию И это у них Самое страшное Наразание 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 И У этого Сент Николса Есть Помощник Логгит Который Тима Наразание И всегда Наразание Наразание А в этом году Кто-то Решил Средневаться Корректно И Начались Разборки Причем На уровне Логг Сейчас Логг Какой-то Специальный Человек Он Сильмайкер И Он Эксперт Вопросы И Она Не решает Что делать А он Много Мет Сталей В общем Голландии Это Насущный Вопрос Когда Мы Сначала Спрашивали Что делали А Вопросы Справки Ну Ты же Чернокожишь Ну Мы Тоже Менеджер Она Понимается Конференцией В Киттауне Они Они Друзят Вся 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 Он Промышленный Дизайнер Занимается Небель У него Своя Студия Он Начинает Студия И Заканчивая Шкопами В основном У него Коллекция Телеграм Небель Интересные Он Работает с текстурой Пальмом 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 Переносит Свою Коллекцию Небель И Последний Участник Нашей Программы Из Китая Он Архитектор Архитектор Стоит Какие Нома В Китае И не только В общем Какая Однообразная Группа Вопрос Зачем Голландцы Участники Программы Что Мы знаем В Голландии Что Это Самая важная Вечер Да Цифарная С вельницей Красная Батарина Кравка Велосипед Я не знаю У вас еще есть какие-то сансации У меня когда я первый раз поехала Были вот такие На самом деле Велосипед и каналы Недалеко от истины Потому что Это важный факт Особенно Каналы Почему Почему в Голландии много воды Там Рядное море Северное море И Это Определило Судьбу И Деятельность 27% Территорий Выходят ниже Группы моря И 60% Населения Плюс Голландцы все время Запахивают Почему это важно Потому что Это Это Социальная Статистика Это Доход Сельское хозяйство Нет Змени Нет Змени 18% Мало Это Очень мало 80% сервисов Очень мало В какой стране Потому что обычно у всех что-то есть, нефть, железо, что-нибудь. У голландцев нет ничего. Несчастная бедная страна, которая вынуждена была что-то делать, чтобы как-то... Именно поэтому у них очень сильно развиты все вот эти креативные индустрии. И они одним из многих проводят вот такие программы. То есть программы вообще по обмену всякими людьми, специалистами проводят все. Все страны в этом заинтересованы. Креатив Индустрии проводят только голландцы. Потому что все остальные страны в этом еще не заинтересованы. Но голландцы обычно знают плохих вещах. Второй следующий слайд. Что я хотела тут сказать? Я хотела тут сказать, что голландцы, вот когда начинают с ними разговаривать, как я уже сказала, что они находятся ниже уровня. Ну, для вас это так информация. Для нас это тоже была так информация. Ну, окей. Это не какая-то проблема, и это не кажется, что это какой-то правый факт, который как-то влияет на жизнь. Но на самом деле, если подумать, это очень серьезно. Почему? Потому что когда вас все время натапливают, что движимость дорожает. Это касается вас. Вас затапливают вашу ферму, да? Вы занимаетесь сельским хозяйством, ваши дети уже не смогут заниматься сельским хозяйством. Поэтому вся страна все время будет перестраиваться. Почему они такие активные, динамичные, все время меняются, что-то они развивают. Потому что это связано с образа людей непосредственно. Поэтому все, реально практически все голландцы, они очень интересуются, что у кого происходит. А что сосед, о чем он занимается. Это связано с тем, что раньше, когда их затапливало, еще не было всех вот этих приспособлений, как есть сейчас какие-то дамы и так далее. Государство этим в полку не занималось. Как ты мог спасти свой дом, свою деревню? Пойти к жителям соседней деревни и сказать все, куда они? Поэтому жители привыкли кооперироваться, они привыкли работать вместе. Именно поэтому в Голландии сейчас уникальная система, потому что там очень низкие барьеры иерархии. То есть вот мы общались с какими-то дизайнерами, директорами, и очень многие из них имеют доступ к министерствам. Если вот кто-то из вас работал на государственных проектах, то узнает, что это адский небо. Потому что у нас министра дизайнеров не допускают практически никогда. Ты всегда будешь работать с посредником, посредником будущего, с кем-то, и это кто-то принесет министру. Тебя не пущут. В Голландии дело всегда не так. Там, если ты что-то делаешь, вот тебя, потому что ты делаешь, приведут к тому, что принимает решение. Потому что они понимают, что надо действовать в тебе противно и страх. И так далее. Теперь, собственно, картинки, куда ходить. У меня будет несколько блоков. Я разделила листа по теме посещения. Первый блок — это места, которые не связаны непосредственно с дизайном. Которые нам темнее не показали. Я вам объясню почему. Потом будет архитектура, дизайн, ну и так далее. И так, сейчас блок, который вообще про Голландию сегодня. Что там происходит? Это теплица. То есть сельское хозяйство в Голландии есть, но чуть-чуть. Ну вот, например, они пишут помидоры. Если сегодня выходят в супермаркет. Большая радость, что вы там видите помидоры, они будут из Голландии. Какие у них там технологии, которые мне как не имеющему отношения к этому человеку запомнились. Как они опуляют растения и борются с какими-то паразитами. Они не происходят удобрения. Они выпускают других паразитов, которые сжирают вверх. То есть у них такое прям эко-производство. И они прям уверены, что это правильно. Потому что надо беречь то, что есть. Эстициды — это плохо. А куда потом их утипывать? Какие-то негативы нет? Все натурально. Дикое количество софтов. У них они постоянно пользуются новые, постоянно двигаются вперед. Валерный риф. Поскольку голландцы надо защищаться от воды, они строят все время всякие конструкции. И у них есть такой огромный риф. Такая махина без железа, которая вот так лежит на береге, она закрыта. Потом, если начинается прилик, то все закрывается. Вот так вот. И это. Потом, естественно, нас могли по всяким ближним лесам. Что интересно. Вот это вокзал. Понятно, что там архитектура отличается от нашего. Но не только реф. Потому что в Толландии всюду, куда ты придешь, будет какой-то арт-объект. Почему? Потому что они считают, что со средой надо работать. Среда должна быть активной. Среда должна взаимодействовать с тобой, чтобы всем было интересно там находиться. Потому что у них плоско, корня нет, деревьев особо нет, развлечений нет. Вот они все время что-то создают вокруг. Например, на вокзале у них лежат такие уголоры. Это инсталлят из народных художников. Там есть глава функциональная, это киоск. Там дают карты для туристов, какие-то флаги. Еще что-то. За счетчиком открывается, там внутри сидит человек. И лезет бумажку. Рядом еще, как же, кружатская китайская нога. Угадайте, что это. Те самые крутые. Те самые крутые. Или в комнатах на другом. Вне средней. Это почта. Это самое, что тут есть, обычная почта. То есть почта дальше, там есть стеклянная дверь, где уже очень сложная и так далее. А это ход, куда ты можешь зайти, если на улице дождик. Но чтобы ты не расстраивался, что на улице дождик, где такой весь несчастный мог. Такое прекрасное здание почты с сидами и картинами. Картина – это фотография этого здания, где рассказывается, что там происходило, что там было до этого. Когда там было суперрочек, как она менялась. То есть прямо такая вот история. Ты можешь пройти, кто угодно все это прочитать. Это довольно большой коридор. Мне кажется, как вот этот зал. Это, конечно, дома офисного здания, где люди, которые работают в офисах, решили, что место пропадать и развели огород. Они скинулись, завезли туда землю и сажают капусту, селок у них там есть, салатики. Еще у них есть пасека. Они мед тоже там все собирают. И там в магазинах всяких химстерских шмоток, заминиров. И там тогда продается. То есть они еще как-то немножко елкубают все вот эти вот усилия на дорогах. Ну, а так говорят просто. Это помогает мне. Это вот такой вот дом в Голландии. В Голландии есть раньше, всего несколько лет назад, когда это было такие вот высушенные. То есть он используется только как лошадные конференции или мероприятия, что там уходит. Несколько лет назад это было бы только таким. То есть дома на воде есть довольно редко. Ну, не считая каких-то пароходов или стоящих судов, в которых они живут. Сейчас дома на воде в Голландии – это реальность. Причем они строят не только одиночные дома, они строят целые дома, многоквартирные, целые жилые комплексы. Они имеют очень большие разработки и скоро у них будут целые районы Амстердама, которые находятся целиком на воде. Потому что, да, земля задавливается, вот, надо осваивать. Вот. Это исторический дом. Это дома. Я не знаю, кто-нибудь из вас слышал? Это именно Дэн. Верно, нет. Я, кстати, по ходу давно буду узнавать всякие книжки и посмотреть. Пожалуйста, выносите их с собой. Они мне очень много, я даже не из Голландии. Вот эта книжка правильная. Кто такой люди? Это голландский архитектор, дизайнер, который очень много всего сделал и на основе теории которого вот сейчас там все очень активно развивается. Чем он так интересен и чем примечает этот дом? Этот дом он построил для себя и для своей второй жены. Построил сам, по своим чертежам. Причем он не был архитектом профессиональным. Он занимался всем другими вещами, а потом понял что? Ну, архитектурой. Обучился сам. Построил дом в себе, потом его стали звать на какие-то коммерческие проекты. В чем был необычный подход Лидида? В том, что у него было очень сильное убеждение, что пространство – это вещь, с которой нужно работать. Это вот дамка, что я говорила до этого. Это эти тайны, почты красные, головы. Это все ходит оттуда. Это второй этаж дома. Это такой open space, где есть динамические перегородки. Можно комнату разбить в несколько комнат, в 2 комнаты. Это может быть open space. Он еще выдвигается и сближается. И все поправшивается в ярких шитах и зонировано. Это один из самых известных его объектов, стул. Много разных. Вот этот один из лучших. Если на него посмотреть, видно, что, наверное, сидеть на нем не очень было. И это был принцип Лидида. Он считал, что вещи не должны быть удобны. Он считал, что вещь должна взаимодействовать с пространством, она должна деформировать пространство. Она должна быть активной. Она должна привлекать твое внимание. Если тебе комфортно, ты не будешь замечать эту вещь. А надо так, чтобы ты сел, ты снижал, занялся, пополел. Потому что ты сидишь на твердой поверхности, рука куда-то туда. И это правильно, потому что ты будешь в движении. Ты будешь в каком-то нервном и сбонаражном состоянии. Ты будешь думать и что-то делать. И поэтому все его вещи, они очень активные. Они красивые. Но, если вот с сегодняшней точки зрения, они неэргономичны вообще. Но не потому, что никто не знал, как было. Это академия Геррида Гиттфельда. Аналог Британки, скажем так. Только в Голландии было много разных. У нас на Британке самое. Ну, Голландии тоже есть. Но Британок, это самое известное. Вот. Какие принципы этой закладки в этот дизайн? Это уже строилось так, как школа для студентов. Он считал, что студенты, которые занимаются визуально, не должны подвергаться никакому воздействию среды. Никаких стихных стен. Никаких развекушек по углам. Ничего. Если ты занимаешься визуалкой, ты должен работать в абсолютно нейтральной атмосфере. Чтобы Диму мог придумать что-то новое. Чтобы на тебя ничего подскудного не воздействовало. Поэтому школа максимально простая. Там огромные окна. Чтобы было светло. Смотреть, что происходит. Так будет стередор. В общем, такой вот вам жадничек. Бетонный пол. Бетонные стены. Перегородки. О, маленькая бумага. Зато это можно все как любит. Пачкать, мусорить, склеить, переносить, передвигать. Студентам это строится полностью. Никого вообще не волнуешь, что ты делаешь со стеной. Сделал работу. Главное, опять. Теперь в плану переходим к еще большей архитектуре. Тоже на Голландии. Это очень активно развивающийся отрасль. Очень много университетов и дизайнеров. Но у них внутри странный рынок уже настолько пресыщен, что практически никто из выпускников в стране не остается. То есть если люди идут учиться на архитектуре, они знают, что это не закончат. И уедут в Эмираты, в Саудовскую Азию, в Азию, в Китай. Но в Голландии, скорее всего, они работу не найдут. Очень много. Это университет в Тейпфте. Технический университет в Тейпфте. И университет архитектуры. Это Дирик Саймонс, который я писала в своем анонсе. Он был советником в министерстве по визуальному облику страны. Такая официальная должность. Официально для него вообще ждет. Чем он занимался? Он занимался тем, что ему приносили архитекторы какие-то свои проекты. А он говорил, вы знаете, в этой местности это здание, мне кажется, плохо. Оно разрушит все, что есть сейчас. И не стоит. Ну, примерно. Это я прощаю. Это официальная должность, которая инициировала правительство. Это не то, что мы архитекторы собирали петиции, что это здание здесь нельзя, можно, давайте что-нибудь сделаем. Это официальная должность. Оно решило что-то. У нас очень мало всего. Это все надо беречь. Мы не знаем, как надо беречь. Значит, надо приносить человека, который знает, и учить литерную должность. Это, собственно, главный зал этого фунтета. У него построили две архитекторы. Там дальше немножко будет, у них тоже будет. У них было большое здание и площадь. Они решили, что студентов много места не хватает. Площадь застеклили. И теперь там проходят лекции. Построили вот такую огромную железную лестницу. Она раздвигается в аналии. Не заходу ее, на самом деле. На нее обязательно куча народа, правооблада. То есть, когда стоишь, она прям в небо. Все уходит. Янта оранжевая. И вот это рабочая зона для студентов. И они там могут круглосуточную. Ну, нет, круглосуточную. Главные традиции. То есть, вот, салон и на культуры. Все. То есть, хочется ходить. На лестница. Это рабочая зона студентов. То есть, таланты стараются, как учить людей. Призимально. Сразу. И готовить к тому, как они попробуются потом. Поэтому, как работать на них потом. Чаще всего это опыт спейсы. Студенты тоже сидят в опыт спейсах. То есть, кучи салон. Компьютеры. Мастерские. Хочешь сидеть там. Хочешь сидеть еще где-то. Лекции. В определенном месте. Дальше это совершенно твое. Усмотрение. Потому что мы дома. Не дома. Здесь. Мы были. Часом в 9 вечера. Видите, сколько народ. Студенты там стоят. Круглоска. Борис. Круглоска. 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 У них. Поскольку здание новое. У больших средств в своем. Потому что был пожар. Там не было сколько-то 5 часов назад. Потом они все восстанавливали. И уже оттягивались по полу. Это, на самом деле, не дерево. Это ковролин. Который имитирует дерево. Голландцы обожают играть простыми вещами. Т.е. они не выдумывают какие-то сложные конструкции. Они любят брать простую вещь. И смотреть на нее от другого плана. Ну, что такое такое? Стол. То есть. Тепло. Но. Срежет. Они обожают свой национальный пан. Такой бюджейский. Как у нас. Такой бюджей. Но вот он тоже такой есть. Но только если у нас вот эти все наши слова. Их же для бабушек. Абазарь. Теплощие. Они прям активно все выделяют. Теплощие. Т.е. они не берут готовые какие-то национальные узоры. Они берут кусочек. И на основе него делают какую-то патру. И вот. Слоу приезда. И очень живо смотрят. Это проемы дверях. Т.е. они все проемы из людей облицованы по водолазкам. Постоянно проходят всякие выставки у них там. Объекты. Потому что архитекторы. Это люди которые работают с формой. Чтобы работать с формой хорошо. Надо знать историю этой формы. И вот например. Бывают кусочки из книг. И они собирают кучу разных стульев. Там много лет. И ты можешь ходить. Смотреть. Щупать это еще там. Стоит как и вниз. Но он меняется. Стойка в библиотеке. И с книг. Это тоже у них прекрасный элемент инвигации. Распиленные куски мебели. Которые крепятся к стене. Причем достаточно большие. То есть на стол по распиле можно положить какие-то книжки. Флайер. И дай дай. Но в то же время в видеорамки по ним можно ориентироваться. То есть тоже да. И необычно. И профессионально. Все в Голландском. Теперь я немножко подробнее расскажу про NDR2. Это Голландское архитектурное бюро. Если кто-то следит. Я не знаю вообще за этим всем. Недавно работал конкурс на застройку Красной площади в Натфе. Вот NDR2 они вышли в полуфинал. Но они не были. Это проект Методаль. Который строится и строится. И уже практически достроен. Проект Рынка. Они решили возродить рынки как они раньше были герои. Чтобы люди приходили, общались, что-то торговали, продавали. Новости. Но опять места мало. Что нужно на рынке? Нужна крыша. Они решили построить дом, который вводит крыши. Это живой дом. В три, если говорить овощи, это интерактивные краны. Где могут опять же какие-то инсталляции проходить. Чтобы художники что-то делают. А внутренняя площадь. Которая общественное пространство. И где всякие магазинчики. Люди, фермы. Известный проект. Которые домики на крыше. Это частный заказ. К ним обратилась семья. У которой были дети. Подростки. Двое. Сударей. Которые выросли. 14-16 лет. В основном доме они уже помещались. Выселить их возможностей не было. Соответственно, надо было с этим что-то делать. Что придумали архитекты. Они настроили на крыше. Такую вот конструкцию. Из трех домиков. Маленьких. То есть там помещается кровать, крючка и все. Но не делайте. Примерно на всю жизнь. Это комната уединения. Если ты устал от такой спейса. Можно идти вот в такой вот згуточек. Сесть и поговорить. Или там отдохнуть. Адохнуть. Адохнуть. Ну. Нет. Да. Здесь, как вы говорите, нет генерального директа. Прежде чем туда входить. Надо здесь расположить. Входишь. Ведет. Следующая глава. Технология. Что я веду под технологию. Промышленный дизайн в основном. Это дельфический университет. Но уже не факультет архитектуры, а факультет техники, технологии. Это их мастерства. Ведет всякие 3D твинтеры. Станки. И так далее. Все. Все. Промышленный директ. Нужно просто записаться. Ты приходишь. И делать все, что тебе надо на это проект. Часто студенты все, что они делают, это не остается. В рамках института и в рамках учебных работ, которые никому не нужны. Это сразу уйдет куда-то в производство. Вот это проект. Помню, еще студент даже не лечился, а его уже реализуют. Это игры на анонитах. Для детей, которые болеют раком в больницах. Потому что когда уходит химия, ребенок может выходить наружу. Он сидит в стеклянном боксе. Он не может общаться с родителями. Он не может общаться с друзьями. Но ему надо с кем-то общаться. И студент придумал какую-то игрушку на магнитах. Это циклы блоки, которые соединяются магнитами. И эти блоки работают через стекло. То есть есть наборы грушек у ребенка с магнитами. И наборы грушек у человека, который находится за стеклом. И они могут эти магниты друг к другу прилеплять. Они могут стекляться, как-то взаимодействовать, фигурки складываться. Иногда они все сижают. В общем, игра через стекло. Сейчас они собираются по дискетбольнице. Какого размера? Ну, не знаю. Ну, точно за год. Ну, в целом, вот эта химия не такая. То есть, видите, опять про иерархию общества. Люди в органах государственных компаний и так далее. Они оценивают то, что делают студенты. Там очень мало что идет никуда. Все знают, кто что. Если что-то крутое, это сразу реализуется. Кусок самолета. Студенты, которые работают, работают по проектам, что там с автономией связанной в самолете, попросили себе кусок самолета и его привезли. Ну, надо же, чтобы они не знали, с чем они работают. Вот так. А так выглядит, собственно, университет, общая зона. Это очень простая. В Голландии очень-очень много внимания уделяют общую зону. Потому что, поскольку места мало, в принципе, и твоя робота маленькая, ты вряд ли туда кровотку зовешь, да, где там кровать или влезет. Поэтому они активно вкладываются в общественные зоны, где люди работают. Вот, например, у них есть. Это пространство, в котором ты можешь прийти и делаешь домашнее задание, можешь прийти и почитать, что угодно делать. Оно очень нарядно представляет. Прямо что называется, я не думаю, что понятно. Вот это вот синее, вверху. Это как армию страта, вверху, в которой в самой финальной дне стоят столы с компьютерами и формы сверху. И как написано, что происходит. А дальше внутри такой внутренний горяк. И там живут в нем нарезанные такие уступающие части, какие-то больше. Сюда вот так. Такое своё, наверное, тесное место получается. Работа тебе влезать лучше на народу. Какая-то конструкция. В чём её красота. В наброске у студентов будет промышленный дизайн. Музей фланг. То есть это какие-то дизайнерские объекты, известные, важные, ценные. Студенты учат их вниз книг и не пытаются найти картинку в интернете. Всё собрано. Ты можешь прийти и посмотреть. Там же уже проходят только рисунки. Тебя лучше рисовать. Тебя лучше рисовать головой из какого-то объекта промышленного дизайна. Чтобы ты сразу понимал, как люди работают с формой. И не потом, что ты там сам купил, а уже знал, что иди сюда. И вот эти две руки. То есть столы с розетками. Иногда стоять, иногда просто розетки. Ты можешь 40-50. И сзади, кстати, вход вообще никто не контролирует. То есть ты можешь, на самом деле, прийти со своим улыбуком, среди ночи посесть. Посмотреть, послушать. Дальше место, которое называется The Air Campus. Как раз не следили на воде. Оно не на воде, а на земле. Но добраться до него можно только на лодке. Потому что это не островок. Тоже попробуйте угадать, кого учат здесь. Больше. Попробуй больше. Сантехни. Тут учат Слесарь и Сантехни. То есть это Светлянные ангары. Там всякие садки. В будущем Светлине ты можешь, конечно, сесть. Что я могу сказать обсудить. Очень тяжело. Потому что это все такое европейское стекло. Блестящее. И ходят такие в банках и в зонах. И синие. Ну, как наши садки. Внешне они не очень сильно отличаются. Просто. Цвета, которые не приходят. А это вот такие бутырники. Сибирицы. Оруби. Вот это машина. И тоже учат, например, на рамках марок. Чего-то там. Дальше все, друзья. Во время того, что там учат, это еще и такой склад ангар. Для кого угодно. В основном, если пользоваться промышленной компании. Что это за место? Да. Ты можешь отдавать услуги. И на этом пуске земли. Хранить все, что угодно. И там что-то резать. Выпиливать. И так далее. Ничего неудобно. Потому что рядом все вот эти слесарные мастерские со станками. Если у тебя нет какого-то инструмента. Ты можешь идти. Тебе дают этим пользоваться. Тебе нужны помощники. Ты идешь к студентам. Тебе нужны помощь. У них практика. Тебе что-то делают. То есть опять, видите, студенты очень тесно взаимодействуют с людьми. Причем это не на уровне, что это архитекторы зовут архитектора. А это люди, которые занимаются промо-дизайном. И вот нужен человек, который может вытащить деталь лучше, чем они. Вот они идут к следствию этому. И он им помогает. Это прям такой огромный антар. Там у кого-то контейнеры. Но там есть условия, что контейнеры не могут занимать более 30% этого участка. Все должно быть открыто. То есть там наркоту не очень. Хотя атмосфера подходящая. Там есть вкуса. Вот. Это какие-то огромные куски. То есть архитекторы, которые часто что-то не делают. Когда они уже что-то проявили. Но в основном, конечно, кто взял. Поскольку движение огромное. И там огромная улица с переходами. Потому что кто-то на самокатах будет. И это очень. Впереди это перепутались. Сверху у нас есть огромная промышленная зона. Находится трендлайна «Maker Space». Я не знаю, кто-нибудь из вас читал эту книгу. Крис Андерсон. «Maker». Очень советую. Потому что в Европе это сейчас следующее руководство к действию. Промышленная революция и так далее. Если вкратце, что-то говорится, что сейчас наступает эра новой индустриальной революции. Как было с книгопечатанием. Сначала были огромные типографии. Было сложно. Потом появились принтеры. И все смогли дома быть сами себе издателями. И отрубил профессиональную журналистику. Сейчас то же самое происходит в промышленности. Потому что появились трендлайна-принтеры. Ты можешь какую-нибудь издательство заказать. Тебе все распечатают. Привезут. Ты все соберешь. Потом ты краудфандинг. Собираешь деньги на проект. И запускаешь взрослые цены. Раньше это было невозможно. Сейчас это вполне себе может быть. И в Европе они очень всем помешаны все. Криса Андерсона. Прямо не знаю, что не хочет пробежаться. Потому что все очень эффективны. Это еще не помешание. Вот собственно как раз ребята, которые сидят в мейкерспейсе. Они такие яркие фанаты. Что они сделаны? Они открыли такой образ. Где у них стоят 3D принтеры. И кто угодно может к ним записаться. Они научатся пользоваться этими 3D принтерами и прочими станками. И ты можешь там идти и напечатать все, что тебе хочется. Можешь печатать по своему чертежу. Можешь здесь какой-то готовый чертеж прислать им. Если не знаешь, как они тебе помогут. Есть ли какие-то программы, которые проверяют твой чертеж. Нормально ли он распечататься или нет. Это вот все для принтера. Еще просто какая вещь для принтера. Их несколько типов дешевые и дорогие. Чем дороже принтер, тем больше точность. То есть если тебе нужно ювелирный кольцо распечатать. Ты дома на домашнем 3D принтере не сделаешь это. И не получится все хорошо. Так это будет. Вот этот принтер, как правый чат. А так вот происходит чат. То есть это вот основа фигура. Здесь он прям вот так вот фаскезом идет. И как-то сядет еще. Ну что-то назовет еще чуть-чуть. Можно выбирать разные цвета. Разные материалы. Вот пример фигура. Это вот как раз пример не очень точно предоставлено. Потому что если посмотреть на лицо, то довольно разную считаю. И вот у меня вот видать здесь странные такие кристаллы. И вот тут как будто литочки. Вот. Большие предоставлены сейчас. Носы. Как происходят увлечения детей технологиями, скажем так. И вообще студентов. Не то чтобы все голландцы были такие устремленные. Они со школами знали, что они хотят быть дизайнерами, архитекторами или еще что-то. Но их все время стимулируют. Стимулируют на уровне игры и на уровне каких-то даже, казалось бы, странных вещей и проектов. То есть в начале, когда нам показывали, у нас как-то так получилось, что в начале программы ты видишь всякие такие инсталляции, пересерчешь студенческие. И ты смотришь на мой, господи, что это за хрень вообще. Зачем? Зачем мне это делать? И мы уже не это делаем. А потом тебе показывают следующий этап, когда это какие-то готовые проекты. И ты понимаешь, да, что без вот этого горы, мусора и непонятных странных вещей, вот этого верха и меня механизмового проекта не было. Эта высадка в моем доме институте, это у них опять не музей, а пространство. Голанцы сейчас очень считают, что вот когда Creative Industries и там дизайн, и отдельная архитектура Creative Industries, то же самое пространство, творческое пространство. Это не только музей. Это место, куда ты можешь прийти, пообщаться, куда ты можешь что-то сделать. То есть они стараются сейчас сливать всякие разные специализации в один котел, чтобы люди как-то проникали в взаимодействие друг к другу. И понимают, что за носы. Это такой стандартный момент. Когда ты приходишь в больницу и сидишь в очереди к доктору, тебе страшно, потому что тогда ты не знаешь, что с тобой. Ты нервничаешь. Ты не уверен, что там с людьми рядом с тобой. Какая-то заразная болезнь, тебе неприятная. Ты можешь спрятаться, может, у тебя заразная болезнь, не дабы, кто тебя увидит там. И вот они предлагают оставлять в больницу такие штуки с накладными носами, чтобы ты отдел его, и за тебя не узнали. Ну и опять же не скучно. Вред, если сплошедший катался. И такое бывает. Это робот, который, если его гладишь, он будет получать, чтобы с тобой разговаривать. И это активный очень огромный концерт. У них такие роботы распространяются в домах престарелых. Потому что животных держать дорого и сложно, и некому за них выхаживать. И они дают пенсионерам таких животных, которые с ним общаются кошечками. И накормить не надо, не питать. Это рейк. Рядом с такого, значит, кошечка лежит искусственно вырученный гордон. Я, к сожалению, не помню, что это довольно, но это про то, опять же, как они их смешивают. Т.е. сначала послушаем игрушки, медицины, да? Ну, игрушки сядут с ними. А потом... Вот это искусственно вырученная кожа. Пуле непробиваемая. Вот. Эта, вот сейчас такая промышленная разработка, она еще не внедрена, но они их уже внедряют. Т.е. люди, которые, да, постарались при пожаре, у них были сильные ожоги, и не всегда есть тонерская кожа, мы от нее заводили курицу в сумме, которая, оказывается, еще лучше, нормальная, чем обычная. Теперь кусочек про дизайн. Взяли домой. Книжки. В этой книжке вы найдете просто кучу вредовых проектов. Это выпускной альбом студентов в дизайн академии Даховена. Там как раз студенты занимаются непонятно чем. Т.е. они делают всякие очень странные ресерчи, типа вот этих носовых больниц, которые, казалось бы, совершенно невероятны, непонятны зачем. Вот тут просто целая книжка. Я просто не буду рассказывать, вы уже не знаете, потому что там, наверное, проектов. И вот еще тоже это их издание. Какие-то. Проектные, семинарные и так далее. Там есть книжка про ткань, где остаются всякие блокшопы, которые они проводили про ткань. Что вообще в будущем может происходить с материалами? Давайте попробуем. Может быть, можно как-то сделать их интерактивными? А может быть, можно здесь какой-то чип, и одежда будет сама нагреваться? А может быть, можно еще что-то сделать? И вот они все время проводят такие штуки, где задаются самые невероятные заданные вопросы, и пытаются что-то сделать на эту тему, иногда какими-то кустарными способами, иногда уже более научными микросхемами. По-разному. Вот тут дизайнер одинаковый. Помимо проектов, странных и сумасшедших, у них довольно важный дизайнер, потому что у них есть этажи, а есть половина этажей. У них есть лестницы, которые никогда не пересекаются. Это связано с тем, что раньше была фабрика, а фабрики раньше разделялись на мужскую часть и народную часть, и работники не имели права занимать лестницу. Но иногда им надо было что-то спрашивать. Поэтому в какой-то ситуации лестницы, они находятся рядом друг к другу, но ты не можешь попасть на друг друга, как через решетку на разговоре. Станки во всех дизайнерских университетах в Голландии. Гранд дизайн, что угодно, везде стоят станки. А еще, что очень важно научить человека работать руками, потому что компьютер – это всего лишь инструмент. Если ты не умеешь работать руками, тебе не следует работать с компьютером. Поэтому как у них обычно происходит образование? Первый курс – базовый. Ты вообще чаще всего даже не выбираешь специализацию. Ты учишься всему. У них есть культура, у них есть керамика, ты делаешь стул. Гранд дизайн есть. Разные классы. Только после первого года ты можешь выбрать специализацию. Почему это важно? Потому что, во-первых, ты знакомишься с людьми твоего возраста, которые в каком-нибудь в индустрии в разных областях есть, что ты можешь просить совета, а во-вторых, ты точно уже можешь определиться с тем, что ты хочешь делать и все попробовать. Поэтому они там что-то режут из металла, из дерева, рисуют, лепят из глины. А только потом, когда тоже во всем это пригласился, тебя отпускают чистиком на компьютер, и уже что-то там может прожить. Айрисов, я же еще не знал. Аня. Этот следующий слайд был про то, что... Почему еще колландцы считают, что важно работать с играми? Потому что через руки выходит решение. Как играет. И если тебе пошла как эта идея, то тебе нужно попробовать сейчас же немедленно ее реализовать. Не ждать там три года и вставать какие-то чертенки. Вот все, хотел сделать стул, взял черпачки и сделал стул. Именно из такого подхода, что очень быстро идеи воплощаются, у голландцев очень много проектов, где они работают с какими-то материалами, которые, казалось бы, этим не способны. Это, например, очень известный их дизайн-девель, Клипта Адварей. Он делает деревья из отбросов дерева. То есть он участвует не сам, а, допускай, от ассистентов. Они шерстят от свалки, достают кусочек дерева, их потом шмурят, переспирают, красят и продают бешеные. Такие, видите, коллажи из разных кусочков дерева. И это шлифуют. Какие-то берут в таком же состоянии, какие они были. Просто сверху это открывается таким щасом, прозрачено пластиковое стекло. То есть это все гладко, это не такая деревенская поверхность. Это все гладко, хорошо, но внутри такой вот сайдер, образованный гидран. Такой принцип используют дизайнеры из другого дизайна из-за губылия, недавно была выставка в манеже. Что-то типа бедный роскош, или роскошно бедный, что-то так называлось. Чем занимаются люди здания, которые делятся на две части. Первая часть – это магазин, где они, собственно, продают объекты, которые они делают. Все их объекты – это использование каких-то привычных вещей по-новому. То есть, например, сук, да, это ящики, которые используют для переноски всяких фруктов, овощей, еды и так далее. Они берут какие-то вещи, берут этот каркас, о-о-о, получился. Аквариум. Что-то делать со старым аквариумом, ставить туда старый стол для кукол, стрибок, приезжайте в совершенно новый набер. Скул, это очень интересная штука. Они брали всякие старые стулья, красили сплошным цветом какую-то краску и лепили галатское набер. И получился совершенно новый набер. А для того, что у них есть магазин, у них есть, опять, публичное пространство, где мы там кафе можем быть, а где можем приходить, что-то делать, общаться. Вот. В случаях, если я, там сзади интересное кресло, это куски тряпок, которые в каркасе и соединены лентой. Вот. и склама, очень любят клинки. Это тоже как для всех. Вот. Они, как всегда, сооружают эти цветные активы. То есть у них есть черная комната, наверное, черная комната, в середине, белый стол, освещенный, поэтому еще белее кажется, и желтый с клинкорном. Очень красиво, только за счет цвета. И в следующем году. Еще есть белый, по-моему, все обрисовано белым, но она не скучная, потому что они используют разные бревянные фрагменты, поэтому смотрится очень круто. Но это тоже чудесарь. Дерево сегодня тоже чудесарь. Это проект, который у них родился после посещения Москвы. Они сказали, что у узких людей очень странное отношение к таблеткам. Есть две группы людей. Первая помешана на таблетках, он ходит по врачам и ест все, что не дадут. А вторая у людей она не дает таблетки, в жизни не пойдет к врачу, и лучше так помогает, но не съест. И вот они не так удивлены таким подходом, что сделали произведение искусственных собеждений, чтобы можно было конкурироваться. Прямо этот блистер не видите? Да-да-да. Прямо как на сегодняшний день это делается. Правда все будет поздно. Ну, люди, которые работают с собеждами, которые работают с собеждами. Еще у них есть отель отель друг, который состоит из одной комнаты. Вот эта комната она ценна интересным для спонатов, другим занятым, потому что все объекты, которые там находятся, это их вещи. То есть это такой музей экспонатов, в котором он такой может пожить, поспать на их кровати, поместить салат и так далее. очень простые все белые стены, белый тирангол, ну это практически 8 дома в канаде. И тирангол, тирангол. И тирангол. Например, пандонное кресло. То есть фадельцы это тирангол. Это стол тирангол, а это канадская иллюстратор Марин Банджас. Это швабра, и в то же время хранит кружка с блюдцем. Там на блюдце написаны разные штуки, и на кружке разные штуки. можно совмещать по-разному в зависимости от настроения и выбирать себе какую-то девиз на день. Кровать все сделают, потому что голландцы очень экономят, тирангол, на ночь отключают кровление вообще совсем. Да. Теперь немножко про графическое дизайне. Я разом покажу другу, потому что единственное, что я хочу показать эту книжку Ян Мантор опять же недавно был в Голландии и Россия, поэтому она высказана Россия и Голландия. Ян Мантор такой основоположник голландскому дизайну, как оно сейчас происходит, это был кормент. Студия Думбар в Голландии. Я когда ехала в Голландию, думала, что голландских дизайнеров офигенная офис. Вот Голландия, правда, как я себе представляла, все белое, большое пространство, переговорки, стеклянная стена с видом на воду, яхты, там еще было с утра рано, там был рассвет, розовый рассвет, стеклянная стена, белые столы, очень красиво. Но они единственные оказались, потому что все дизайнерские мастердания, даже с самыми видны, может еще интересные вот эти перерывы с рассветами. Вот, дизайнеры так сидят. То есть Думбар вот переланила довольно крупная студия, но дизайнеры там. Самый известный проект, наверное, будет видеть это Голландская полиция. из машинок, анонации, вот такие планы, красивые. Куэйт Осма студия, у них самый известный проект, как если мы были в Голландии, и ходили на картину Вангога, они делали ай-лейчику. Какая мы молодее, когда их подречила, взяли картину Вангога, что там, да, самая подойдющаяся, это был график, эти подмазки. Они взяли, перевели это все в два цвета, и наставили этих планы, как он Вангога, делали пермистили. А Тайник, тоже такая известная Голландская студия, они многочих делали, вот в том числе для тех, как Ростердама, и дальше будут еще по-моему рассказы. Эден Шикерман, они занимаются больше проектами на стыке граф-дизайна и как бы маркетинга. они только ненавидят это слово, они говорят, что они не дизайнеры, которые используют какие-то ходы, инструменты, которые уволятся в маркетинг, но не они. То есть, вот это, например, они делали навигацию на вокзале, в чем получается, да? Что тебе нужно знать, когда ты пришел на платформу? Где твой поезд? Где вагон и влезешь в этот вагон? Поэтому что они придумали? Они придумали прохиметративный табло, где показывается заполненность, и ты идешь вдоль платформы, там это все очень ярко, сразу видишь, где ждет какой вагон и сразу видишь, вагон 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 дизайн вагон известный по московскому музею дизайна, они работают с Москвой. Штедерик 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 это музей в Новосердаме, который долго-долго-долго был на реконструкции, недавно открылся, и делает такую вот ушумевшую идентику, которую все намерение обсуждали, кому-то нравилось, кто-то поднимался. Какая задача была? Задача была придумать идентику для музея, чтобы она выделялась. В Голландии это сложно, потому что там все очень на типографике, все на цветах, все очень красиво, и сложно сделать что-то, чтобы как-то выбивалось от этого и так местного название плюс еще и название Голландии, Штедерик И это работают два дизайнера, Арман Мэйвес и Флинда Бландерсен, они такие делают чаще всего коммерческие проекты, думчивые, интересные, но вот за это все закрывали. Голландцы почти не поменяются, выделяются. Сегодня зашли за слово брать графемы, и в эти графемы вписывают такие уголовные вопросы. Например, навигация внутри, она строится на данный пункт. Слова натягиваются в какой-то каркат. на данный написи если нет здесь до вечернего момента это Карлин, она куратор графического дизайна, это это старое старое здание, а потом он построил новую историю. это еще два важных спорта это совершенно новые дизайны. Карлин, она курирует графический дизайн, где можно идти и посмотреть на дебрадейские дизайны, но американские и еще дизайны. Это пример как хранятся лекции дальше в них есть хранилище и они периодически меняются на музеях. Обычно бывает большая выставка и не очень большая основная экспозиция. я когда была основной первой выставкой пошел в штуке. Галанс вообще дизайн строится на других вещах. Что такое дизайн? Галанс не критический это очень ярко очень очень дизайн помимо того там всегда бывают интерактивные инсталяции огромные комнаты черные когда ты подходишь увеличивается ну а теперь выходим для меня самым интересным разделом потому что это новая штука которая начинается наверное среди всего в Голландии это сдача Design Week это тежекодные у них события где все эти дизайны можно посмотреть что происходит но возвращаясь к общественному мгновению что что это вообще такое общественное пространство в Голландии как я уже это очень важная штука потому что важно взаимодействие важно что будет заделиться какими идеями поэтому важно чтобы были места куда они придут им будет хорошо там находиться и они с другом сконнектятся и чего-то вместе такое прекрасно не поэтому Голландии сейчас они все стараются все 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 То есть это такой местный сад, где можно пообщаться, можно посидеть, можно отдохнуть, можно прочитать, что надо. Есть комната для детей, первый этаж, где игрушки, книжки, тоже можно идти, ребенка посадить. Банфорорекс. Это недавно, когда игрушки с конторами, несколько лет всего, чем они занимаются. Они занимаются, как они называют, социальным дизайном. Что такое социальный дизайн? Это когда люди с каким-то креативным background, то есть, да, которые мыслят нестатарно, занимаются какими-то общественными процессами, то есть бизнес-процессами, какие-то связи и так далее, что угодно, логистика. И вот банфорорекс, они как раз запускают такие проекты. То есть вот, например, что у них есть? Ковры. Что это за ковры? Они собирают одежду по секунд-фендам, европейским, и отправляют ее, если я не забыл, в какую-то африканскую страну. В приказской стране у них есть подопечная деревня с женщинами, которые как бы до них работают. Женщинам дают эту одежду. А у этих женщин давнее древнее ремесло, они это делали пудру. Но, да, них есть не всегда. Им дают одежду с секунд-фенд. Они одежду распускают на некипериально, что-то. И из этой одежды летут ковры. Ковры потом переводятся обратно в Европу, где продают успешным европейцам за очень хорошие деньги. Соответственно, все рады. У африканских женщин есть работа, за которые они получают деньги, поэтому им не нужна какая-то коммунитажная помощь, они сами себя обеспечивают. Одежда из секунд-хендов, вместо того, чтобы валяться и пыриться, потому что никто не покупает, используется, она перерабатывается. И счастливые европейцы получают такой уникальный товар, где им рассказываются, показываются фотографиями женщинам, которым я сделала. Причем, Матерфлаборкс, они не курируют все проекты с начала до конца, они запускают проект, а потом отдают его на ведение местным людям. То есть они запускают стандапы и потом передают это местным жителям и каким-то международным фондам, которых всем занимаются. Многих образовательных проектов, например, перевозят какие-то компьютеры, учат нескольких человек работать во Microsoft Work, например, а потом, когда эти люди, которых они научили, они уже учат всех остальных местных людей, и, как они говорят, лучше всего научиться стать дизайнерами, для всего секунду. Рокстарт. Рокстарт – это место для стартапов. То есть есть вот здесь какая-то идея. Ты приходишь, подаешь заявку, говоришь, вот, я хочу развивать какой-то там бизнес. Например, нам рассказала про свой проект «Девушка». «Девушка». Она обожает готовить. И она хотела заниматься этим. Что она сделала? Ей выделили какую-то сумму. Она организовала сети из профессиональных шеф-поваров, которые работают в каких-то местах, но не фонтально, поэтому у них есть свободное время. Они не до конца востребуют, что для них проблема, но они не знают, куда приложить свои уровни. И есть какие-то люди среднего класса, которые закатывают какую-то вечеринку и нужно что-то приготовить, но времени готовить у них нет. Денег сильно много тоже нет, но хочется что-то сделать. И она коннектит вот этих людей среднего класса, которым нужен кто-то, чтобы вот что-то нравится, вкусное приготовить. И шеф-поваров, которые умеют как-то делать свое дело, но по какой-то причине не оказались в каком-то офигенном ресторане, где они заняты с утра до ночи. И вот у нее такая сеть, где ты заходишь, выбираешь какую-то еду, европейскую, китайскую, как угодно. Тебе напоят шеф-повара, он к тебе приезжает совсем сверху. И у тебя ничего не нужно, он приезжает на твою кухню, все для тебя готовит, моет тебе потом все, забирает все свое оборудование и уезжает. То есть такой вот достаток. Немножко за кухню. Немножко за кухню. Дальше. Гейм карм. Это Windows 3, это первое. Голлайн сейчас начинает очень активно развиваться. У них целое здание. Он раньше банк, а сейчас он стоит онлайн очень много. У них такой вот интеллий дворик, который они залюбили какими-то стикерами, чтобы не слушать меня. И зовут для всех людей, которые занимаются онлайн-диками. И это обычно к ним приходят всякие подростки, там 16-18 лет. Потом они помогают основать свою компанию и они потом развиваются. И так далее. Последний слайд. Последний слайд принято вам, чтобы говорить какие-то выводы. Выводы. Какая есть, скажем так, проблема, которая вот меня всегда волновала, которая, не знаю, мне кажется, что вновь у нас кого волнует, что наши дизайнеры все время говорят, а вот у них вот на западе и офигенный клиент. Они делают красивые дизайнеры. А у них какие типографии, а мы вообще не можем. А у них там еще что угодно. А мы вот делаем такое говно, потому что это все вот говно. И я как-то ехала с таким ощущением, что, боже, сейчас я посмотрю, как стоящие в онлайн, где все прекрасные технологии и офигенные клиенты, и они прекрасно все делают. И, наверное, это будет совершенно не похоже на нашу дизайнеру. Я была очень удивлена, потому что я думала, что мне там понравится настолько, что я останусь там, что лежусь домой и так далее, но нет. Первый раз, когда я куда-то поехала, мне потом захотелось вернуться обратно сюда. Ну почему? Потому что в Европе дизайнерских рынок дико переносущен. Там видно. При этом нельзя сказать, что процент реально дерьмового дизайна, хорошего дизайна там сильно больше, чем у нас просто, поскольку там в целом очень много всего делается, и все это очень публикуют и это обсуждают. Это все мы видим, и до нас вот эти все хорошие образцы доходят. У нас, на самом деле, делается все тоже круто. Просто у нас как все делают и складывают в ящиках стола, и не показывают, как часто это происходит. Очень мало студий, которые что-то показывают, мало дизайнеров вообще с этим струком. Все как-то чаще варятся в своих котлах, не обсуждают, что происходит. И на самом деле, мне кажется, это основное отличие. А так все у нас как будто можно сделать не хуже. Причем там, главное, нам больше возможностей, потому что людей меньше. Спасибо. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Скажите про журнал. Про журнал? Про журнал как? Про журнал как? Как происходит работа? Сколько человек работает? Какие ваши цели? В журнале как? У нас сейчас сложная ситуация. Потому что раньше деньги на журнал как давалось хоть одинаково. В какой-то момент случился кризис, к нам пришел новый финансовый директор. И новый финансовый директор все отсмотрел и сказала, что это вообще че? Мы сказали, что журнал и там мы делаем. Он сказал нет. В общем, теперь журнал сам зарабатывается линей, поэтому периодичность резко упала. Штат. В начале, когда резидент начинался, все было хорошо. Когда еще не было финансового директора, тогда наоборот казалось, когда мы начали делать дизайн, думали, что все. В общем, все очень главными темпами. Сайты мы сделали, даже программировать, начали нам все заморозить. Сделали дизайн, новый макет, сайт, аттрактивную версию, тоже все сверстали. Ничего почти не выложили, а потом пришел финансовый директор и крайне резко закрыли, все это заморозили. Когда это начиналось, все прекрасное время с редизайнами и так далее, сколько у нас было? У нас был шеф-редактор Маша Книга, который с самого начала практически выпускает это все добро. Три человека постоянных в редакции, то есть это выпускающий Леша Серебряк, Аня Филипп, который там работает, и Володя Уфтин, который вообще с самого начала. Плюс, всегда есть какие-то авторы на приладе. В основном, это вот эти люди все делали. Как дизайн. Значит, в начале был Пёта Шубанковщик, креативный директор дизайн-пояс, Лаватя Жалкак, который делал основной макет, он сделал из Кабаловских, потом отдал нам, а мы там контент по нему как-то выбивали. Я была как директор, дизайнер, верстальщик. Потом, ну, сколько было, полтора, или два, теперь выпустился с большим составом. Второй номер был у нас еще верстальщик. Вот. А сейчас у нас есть я, как дизайнер, верстальщик, как директор. и для этого я тоже пишу. Есть шеф-редактор Маша Кула, и, по-моему, дизайнер, который пишет тексты на сайте. Все остальное — это реванс. То есть, редакция сейчас маленькая-маленькая. На самом деле, сейчас в основном акцент идёт на книги, то есть, у тебя уже селёшь книгу-шрифт, и сейчас делаю книгу «Алентика». И больше пока книгами информации на журнал, даже, к сожалению, не получается сдавать, потому что менее вам понравится. А вообще сейчас непростым же на журнал теоретического детства. сайт тоже в дикой запустил. А что там шрифт — это книга? Шрифт — это книга. То есть, это серия на разные темы, скажем так. Раньше было тематическое «Газетный» журнал, «Нижний» «Голландский» «Португальский» «Хорватский» «Кукулы». Потом упускали, упускали, упускали этот журнал. И почему назрел редизайн, собственно, потому что поняли, что в таком формате журнал уже не очень нужен. Потому что обычно, если нужен какой-то сборник, покупать книжку. А журнал — это можно и в интернете пойти почитать какие-то новости. И хотели сделать сайт как основной рабочий инструмент. То есть там очень круто. Основная жизнь должна была приносить из журнала на сайт. Чтобы там были и новости, и колонки, и все на свете. А журнал был бы таким приложением оффлайне, которое бы напоминалось мне. Поэтому журналу хотели сделать арт-проект, который цеплял, был бы свой ух. И была такая вещь, которую хочется оставить у себя за счет того, что это не стандартно. То есть, увидели новый пакет, такой безумный. Там кучи слоев, тексты. И это специально делалось за счетом на то, что журналы должны иметь за пять минут. Здесь будет сейчас журнал. Четыре видео. Никому не надо. Это было нацелено на то, что это будет какой-то объект. У вас там пять минут, вы прочитали круглый хитнес. Два часа вы прочитали самый мелкий хитнес. То есть, это такой объект, с которым стул не должен быть удобным. Тебе нужно приложить усилия, чтобы как-то с ним взаимодействовать. Такой же был процесс журнала. Тебе нужно приложить усилия и прочитать этот мелкий текст какой-то нереальной дебитной разрядкой и интерлиньяжем. Ну, ты прочтешь его и прочтешь внимательно, потому что его сложно читать. И вот это была идея, что это должно быть такое что-то странное. А вот все, что удобно, быстро, своевременно, оперативно, оно на сайте. Но поскольку сайт обломился, и журнал тоже. Собирали какой-то фидбэк про журнал, его действительно так читают? Да, собирали. Потому что старые журналы были достаточно коллекционными, не то чтобы их отправляли в туалет после того, как прочитать эгрессивную, или там собирали на пол, хранили много лет. Сейчас решили, что пусть книжки собирают, потому что книжки можно больше информации запихать, тогда как более политик. А кто автор выбирал шрифт? Это сборник, редакция собирала материалы. То есть там нет одного автора, там в редакции в полном старом составе, они все в старом привлекли, который раньше был, они просто набирали там шрифт по отраслям, шрифт упаковки, шрифт о журналах, каллиграфия, нет, еще там брали каких-то людей, которые на это специализируются, и люди писали что-то там, ну про каллиграфию про Винске там писал, и примеры. Вот она каллиграфия, вот вот это. То есть там тоже часть именно про российские? Российские? И российские, да. Нет, авторы там все российские. Примеры и российское, и российское разные, старались собрать все самое знаковые, интересные, все на этом. Самые знаковые, интересные за сколько? За разных. Ну понятно, что там образцы Гутенберга печатные не стали все-таки? Не стали. Более современные. Ну какой-то графический дизайн, графический дизайн не так, только печатные, да? не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Еще вопрос? Да. Расскажите про работу руками. У нас тоже актуальна тема, потому что все привыкли работать на компьютере. Вот в вашей работе вы любите какую часть дизайнерского процесса делаете без компьютера? Одесского компьютера. Ну, я бы, например, когда мне надо сделать какой-то макет, я вначале смотрю лучше всего-всего, но если есть время, естественно, кто-то что делает, и собираю эти картинки в папочку. Потом открываю в прекрасной программе Don't Be Rich все эти картинки, делаю скрипшоты, распечатываю на 3-принтере. У меня получается листов 70, маленькими разворотиками, обложками. Я раскладываю еще полное богатство. Смотрю и думаю, что какие-то ходы могли бы быть интересные и приложимы к тому, что я уже примерно делаю образовую концепцию. Вырезаю несколько, 10-15-20, окончательных. Получаю лист с нарезкой чужих макетов. еще раз на это смотрю, убираю, достаю карандаш и рисую разворотные полосы. Т.е. надо как строить любой многостраничник, любой многостраничник это ритм. И прежде чем делать работу надо понять, какой у тебя должен быть видит динамический, и это должно быть все ровно, и ладно, спокойно, и так далее. Но даже если ровно, и ладно, спокойно, то все равно полосы должны быть а темпы ритмики разные. Т.е. если у тебя все размеромерно серое давно, то и макета все давно. Поэтому нужно делать волосы очень разными, просто понимать, с чем работаешь. Если тебе нужно что-то яркое, дерзкое, то у тебя будут скорее цветные пятна в ритме. Если у тебя ровно, спокойно, то это скорее ты работаешь с ритмом белого, с полями, с шахтами и так далее. Т.е. ты вот вначале все эти вещи в голове формулируешь для себя, что ты делаешь, что ты твоим отчетам, годовой отчет, какая идея от твоего отчета? Все вперед. Все вперед что это? Это значит, что динамит, что это ярко, энергично. Как мы можем показать в этой макете, ярко, энергично. Это значит какие-то нестатичные композиции, это какие-то резкие переходы по темпу, от крупных каких-то элементов, мелких брызин. И дальше просто зная вот эти все функции, складываешь такой конструктор, и потом уже картинками, типографиками, и все. А логотипы да, тоже у нас нет жестких алгоритмов студии, что ты, дизайнер, должен рисовать сначала руками. Хочется, обычно все равно серьезно рисовать руками, а потом будет просто по словам как у нас обычно еще много сколько работают, темпы большие, иногда бывает просто только полнятого единственного носочки на тот день, иногда вообще нет. ну, зависит от ситуации, сколько заказов в основном. В общем, если есть, старайтесь минимально работать всегда. Потому что если садишься сразу на компьютер, то очень хороший не получается. Потому что компьютер он хороший инструмент, но он не мешает. То есть, ты как-то садишься и либо ты уже сразу в голове, как все придумал, и ты прям ших, но это слабо. Обычно все-таки дизайнеры проще через руку, сначала подумать на внимание, а потом в компьютере. Ну, любим всякие ручные штуки, когда можно календари, отчеты, писать, ну, что угодно, выложить, например, из мозаики. Я когда пошла в эту ручную производство, делали календарь для кастинской компании. Там была тема «Семечный свет». Тадж-Махал, «Китайская стена» и так далее. И мы вот эти все достопримечательности укладывали из разных материалов. из специй какой-то лист у нас был. Чего-то из лепестков, чего-то из бусинок, чего-то из мозаики, из бумажки резаные. То есть все делать. Такие вот огромные листы. Потом сверхфотографировали. Ну да, все счастливы. А так ничего еще как куклы. Креписи. Делали какие-то пакеты. Естественно, клиенты пока распечатки назвали. Тоже хорошая вещь, потому что можно проверить систему гипографии. Потому что на экране усмотрится. Потом печатаешь. Еще что-нибудь. Что-нибудь. А как происходит? развеется это? У у меня был с двух частей курс. У меня было в начале полгода, когда должны были освоиться, скажем так, что-то про леттеринг, чем можно писать, как можно писать, кто как писал. где была такая искусственная часть. У нас было много исторических почерков и разные инструменты. Вся пельми, кистями, римского и римского далина. Доброн. Вот. Если посмотреть на самом деле программу летнего интенсива, шрифт каллиграфа, который куратор Александр Владимирович Торбеев, я бы там помогала, примерно то же самое. То есть исторические почерки, какие-то упражнения, скелет, грифем и так далее. И работа с разными инструментами. То есть мы писали кистями, федерами и еще что-то. То есть у меня какая была задача на первый семестр показать студентам, что бывает и как инструмент влияет на то, что ты пишешь. Чтобы они потом, когда делали шрифт, не рисовали непонятные контрасты, которые вообще отходились и писали. Шрифт такая штука, она не только инструмент. Если логику инструмента не понимаешь, то и на компьютере у тебя результат получится. Поэтому задача была им долбить, проверяйте себе инструменты. Вы делаете шрифт на основе штукописки. Возьмите, что в твоей кисти. Смотрите, как вы пишете. Где у вас тоньше, где толще. Где у вас открытая конструкция, где закрытая, где статика, где динамика. на полагающая вещь. А второй семестр у нас был, собственно, тестировать все, что мы учились. Я им давала задание придумать, что хотите сделать. Хотите логотип, хотите с принтами, хотите иллюстрации. На ней кто-то что-то придумал, и потом семестр еще делал этот проект, который они сами хотели. Просто я смотрела, что я делаю, чего-то не советовала. Одна студентка Коля Батькова выбрала конкурс. Сам пришел так, она даже была мне с проектом два-три конкурса. Сделала боковку на сухолочном куме. Волосатой девушке полосы на сухолочке. Тривит Пробед Тривит И ПОТО ああ, футбол ПОТО СУВЕРА Федактор ГОЛИТ и А eller минии с ГОЛИТ ПОТО